Здравствуйте, друзья! Как обычно, по пятницам мы встречаемся с удивительными женщинами, которые знают, как сделать мир лучше, потому что они испробовали это на себе. Сегодня у нас именно такой человек с нами, президент Style of Life Academy, вице-президент Международной Ассоциации Wonderful Women's World, Светлана Ланда. Здравствуйте, Светлана! Добрый день! Ну, я так понимаю, что ваша профессия называется коуч, да? Или в большее? В общем, я бы даже, наверное, вложила в это большее, потому что три года назад я создала программу, в которой я готовлю, ну, если так, чтобы понятно, да, лайф-коучи, но мне хотелось бы называть это новой профессией, эксперт по образу жизни. Человек, который сам в контакте с этой жизнью, который ведет такой образ жизни, который помогает ему самому оставаться счастливым, успешным и напоминает другим, как это сделать, да, помогая другим это сделать в их жизни. То есть в отличие от тренеров и коучей, которые учат людей делать бизнес, вы учите людей, которые уже что-то в этой жизни, в профессии добились делать жизнь, правильно я понимаю? Ну, больше того. Все, что не работа. Я прошла все этапы и в профессии, и в коучинге. Дело в том, что я в коучинг пришла именно из бизнеса, это было 9 лет назад, когда я решила изменить свою бизнес-судьбу. Но я не очень далеко ушла от бизнеса, потому что я очень много занималась именно бизнес-коучингом, помогала руководителям, собственникам компании быть более успешными. И до сих пор я продолжаю это делать со своими студентами на программе MBA, да, я преподаю курс лидерства, и если меня очень просят, я для компании делаю бизнес-коучинги. Но пришел момент, когда я обратила внимание, что именно запрос быть не просто успешными, а еще и счастливыми, он стал настолько для людей актуален. Особенно для тех, которые уже успешные. Да. Как-то ты успешный, а счастливый как-то нет. Да, и я их понимала как никто другой, потому что я сама прошла на собственной шкуре, в своей собственной истории, каково это, быть вроде бы успешным по социальным нормам, да, но внутри ты просыпаешься, у тебя не то что нет энергии, да, просто желания нет. Есть большое желание остаться дома и вообще подумать о жизни. Но даже дома остаться ты не можешь, потому что у тебя есть привычка что-то обязательно делать, и остановка буквально вводит тебя в еще больший ступор. И так как я сама пережила этот кризис среднего возраста, будем так говорить, и это абсолютно нормальная ситуация в жизни любого человека, переживать кризисное состояние и что-то открывать, становиться взрослее, да, и в этом смысле я помогаю то же самое сделать другим, перейти на новый этап своей жизни гораздо менее болей, безболезненно даже, да, быстрее. Но это вопрос изменения, я не знаю, каких-то поворота каких-то рычажков в голове у человека, или это путем каких-то внешних на него воздействий, я не знаю, там, вы ему мозги вправляете или заставляете его прыгать с парашютом, или то и другое? Я думаю, что самый правильный это комплексный подход, иногда нужно кому-то прыгнуть с парашюта, или научиться плавать, или воплотить в том числе какую-то мечту, и безусловно изменить свой стиль жизни. По большому счету, да, у нас не бывает отдельно голова, отдельно наша жизнь, да, все в человеке взаимосвязано. И я тут больше говорю именно о стиле жизни, это наше поведение, это то, чем мы себя окружаем, то, кем мы себя окружаем, и то, что мы думаем о себе, о мире, о других людях. Это настолько, как бы, такое сплетение всего этого, поэтому невозможно поковыряться в голове, то, что я не нейрохирург, но те вещи, которые помогают делать человеку, да, открытия совершают при помощи вопросов, которые я задаю, и то, как я это делаю, те какие, которые задания он получает от меня, да, или сам рождает на сессии, они реально помогают ему открыть нечто большее в себе, то, что изначально в каждом из нас присутствует. И когда человек с этим встречается, то у его жизни происходят волшебные изменения. Люди говорят, что, боже, вообще ничего не изменилось, но изменилось все. Это, наверное, самое большое такое тайное чудо, которое, когда происходит с человеком, да, это делает меня, как специалиста, очень счастливым, потому что... Ну, а вы работаете все-таки с людьми, которые уже могут назвать себя состоявшимися, или к вам может прийти там человек, который, ну, вообще, там, лузер какой-то по жизни, ни там, ни сям, нигде у него ничего не вышло, но, тем не менее, ему очень хочется жизнь свою вот как-то радикально изменить. Для вас важно, чтобы человек уже в какой-то части своей истории был успешен? По крайней мере, я с такими работала вот все эти 9 лет. Как-то у меня не было шансов работать с другими людьми. Я вообще считаю, что человек, наверное, в чем-то успешен всегда, просто иногда он не осознает, что он успешен. Ведь ко мне приходили люди социально успешные, которые не признавали себя успешными. Это же наша собственная оценка, основанная на наших внутренних ценностях. Если в конечном итоге у человека произошла переоценка ценностей, он не считает все, что он до этого делал сейчас, успехом, несмотря на то, что у него есть собственное работающее предприятие, семья, дети. То есть в социальном плане вроде бы все галочки стоят, но он не считает это успех, потому что не реализовалась какая-то его внутренняя глубинная ценность, внутреннее глубинное стремление, какая-то его мечта. Он не считает себя даже в этом смысле богатым, потому что он не удовлетворен тем, что он делает. Вы работаете индивидуально или это какие-то групповые занятия? И так и так. Так сложилось, что и в групповом формате, и сейчас в Академии, которую я создала, там и групповые программы коучинга, потому что мои клиенты очень долго просели, Светлана, ты столько много знаешь, а за сессию, которая длится полтора-два часа, и мы можем проработать только с вполне конкретной темой, говорят, боже мой, такие вещи, можно мы где-то об этом еще послушаем? Послушаем. Поэтому была создана программа, которая так и называется, программа 100 дней, которая позволяет человеку получить и теоретические, и практические вещи, и еще плюс поработать индивидуально. То есть человек каждый день ходит, как на работу? Не приведи господи, он каждый день живет. Каждый день живет, но это как модульное обучение, то есть раз в месяц он выделяет себе два дня на такой интенсив. Целиком? Да, целиком, да, плюс между этими интенсивами персональная сессия и домашнее задание, которое он сам берет на себя ответственность, что он будет делать для лучшего понимания себя и лучшей интеграции того, что для него важно, в его реальную жизнь. Это происходит в Москве? Ну, конечно. Ну, может быть, вы выезжаете куда-нибудь на Кот-д-Азюр, и там тоже можно поработать? На самом деле есть выездные вещи, потому что я как-то, ну, не знаю, может быть, специально, может быть, так сверху пришла, назвала именно Академию стиля жизни, да, больше счастливых людей, чтобы было вокруг нас. Это как-то приятно, жить среди счастливых людей. И стиль жизни, он предполагает, что мы занимаемся там не только своей головой, мы ездим на яхты, мы и путешествуем, да, мы танцуем, мы рисуем. То есть мы фактически начинаем делать что-то, да, что, может быть, не совсем привычно для человека, но через что он начинает открывать новые грани себя. И поэтому, конечно, я езжу много и по стране, и это действительно такие поездки, и в том числе мастер-классы много читаю по стране, выступаю на конференциях, и много выезжаем просто с нашими студентами, выпускниками отдыхать. И дружить уже с ними начинаете, наверное. Или не стоит дружить с выпускниками? Так получается, что с хорошими людьми невозможно не дружить. Но я вот пытаюсь себе это представить. Я какое-то время стала свидетелем, как мои друзья посещали какие-то тренинги личностного роста по системе LifeSpring. В принципе, по форме это похоже, но по содержанию, с моей точки зрения, это было просто чистое зло, но это моя субъективная точка зрения. Я считаю, что это опасно и не очень здорово, и не очень правильно. Но, тем не менее, я видела людей, которые туда приходили просто в отчаянии, не знаю уже, как полагались на это, как на последнюю надежду, продавали квартиры, чтобы приехать и за деньги, которые они от этого выручили, начать свою новую жизнь. Но это хотя бы понятно, как люди к этому приходят и что их мотивирует, им нечего терять. Но когда ты вроде бы успешный, как вы говорите, все галочки поставлены, на тебя открыв рот смотрят твои подчиненные, тобой восхищаются близкие, кто-то тебе завидует и прочее, а ты чувствуешь себя несчастным, признаться самому себе в том, что тебя это все не устраивает, да еще и прийти к незнакомому человеку и сказать ему официально все. Я вот официально заявляю, что меня не устраивает моя жизнь, я в чем-то таки неудачник, помогите, спасите. Это ведь серьезный шаг. Ну, я бы не стала так все прям драматизировать. Я же журналист, мне надо драматизировать. Я занимаю, да, чтобы полилась уже в конце концов сок из этого апельсина. Но мне кажется, что просто человеку, который в принципе во многих вещах состоялся, очень трудно признаться в том, что в чем-то он профан. Вот могу высказать другое предположение. Люди, которые успешные, они понимают, что для того, чтобы что-то изменить, нужно начать делать что-то по-другому. Что имеет в виду наша гостья, мы расскажем вам после новостей. Здравствуйте еще раз. Кто к нам только что присоединился, сообщаю вам, что у нас сегодня в гостях человек, который делает счастливых людей. Светлана Ланда, президент Style of Life Academy, вице-президент Международной ассоциации Wonderful Women's World, эксперт по образу жизни, коуч. Вот мы говорили с вами о том, что успешному человеку, оказывается, не так трудно признать, что надо еще чего-то добавить в свою копилку успешности. Это часть мастерства успеха. Признать, что есть вещи, которые я хочу в своей жизни изменить. Если я хочу в своей жизни что-то изменить, я начинаю что-то делать по-другому, мыслить, начать мыслить по-другому. Но очень часто невозможно самому выцепить, что это по-другому. Именно тогда очень полезен именно взгляд со стороны, обратная связь, честная, с любовью это обратная связь, которая заставляет человека задуматься и искать ответы внутри себя. Это вот ключевой момент. То, что мы по своей природе необыкновенно мудры, и, собственно говоря, счастье это и есть наша собственная природа. Именно поэтому мы все его так ищем. И понятно, что счастье не вовне. Это уже даже позитивная психология вывела в определенную формулу о том, что счастье это именно самоощущение, то, как ты ощущаешь себя. Мы же знаем, что можно лишиться после каких-то тяжелых заболеваний своего здоровья, но через какое-то время человек снова себя чувствует счастливым. То есть он возвращается в собственную природу. И когда успешный человек это осознает, у него есть несколько путей, ну, как всегда, выяснить, как другие решали эту задачу, да, либо попробовать самому искать этот путь. Слава богу, сейчас есть очень много книг, литературы, фильмов. Мы сейчас живем в такое время, где вообще трудно остаться несчастливым. Ну, как сказать, информации огромное количество, но, примеряя ее на себя, как правило, понимаешь, что нет, это не мое, это не подходит здесь, это не про меня, и вообще какая-то ерунда. Слишком много, мне кажется, наоборот, избыток, переизбыток возможностей человека очень сильно парализует. Ну, я бы так сказала, поток информации такой большой, что в этом потоке информации, который льется, да, нет, может быть, какой-то тишины, паузы, которая как раз и необходима человеку для такой внутренней рефлексии. И иногда страх заглянуть в себя, а вдруг я там обнаружу что-то, что меня еще больше испугает, то есть, а вдруг я там обнаружу мой самый главный страх, от которого я всю жизнь бегаю. Поэтому здесь, наверное, вот то, по крайней мере, то, о чем мне говорят мои клиенты, они говорят о том, что, Светлана, у тебя какой-то есть редкий дар, что вроде бы ты говоришь вещи, которые известны, но ты говоришь так, что они попадают в самое сердце. И вот, может быть, найти человека, который и в своей жизни преодолел какие-то сложности, и в нем есть это понимание, и в нем есть это принятие, это очень важно, потому что для совершения каких-то своих внутренних прорывов очень важно, чтобы тебя не пушили. Это то, о чем вы дали комментарии перед перерывом, о том, что есть такие программы и тренинги, где очень много... Тебя же насилуют просто. Абсолютно, да. И здесь я присоединюсь. Очень важно соблюсти некую экологию и уважение к свободной воле человека, потому что свободную волю никто не отменял. И если человек не готов к изменениям, мы не можем его заставить изменить. Это против его свободной воли. Но дать возможность, дать возможность человеку выбрать, это высший акт вообще человеколюбия. И если он не готов совершить эти изменения, значит, нам необходимо подождать. Подождать, потому что это тоже часть опыта, часть его пути. Поэтому, когда человек уже ко мне приходит, по рекомендации своего друга, который посмотрел на него и сказал, слушай, вот тебе, наверное, все-таки к Светлане, чего ты мучаешься? Чего ты бьешься в стену, когда есть дверь? Или на программах MBA, когда я рассказываю о лидерстве, говорю о том потенциале, который изначально заложен в природе человека, и о том мастерстве, который мы иногда не знаем себя, свои таланты, на что мы способны, и как нам свое мастерство применить. Знаете, как хороший повар, он умеет готовить блюда из того, что есть, да, и великолепные блюда. Вот иногда мы просто не знаем, как готовить то, чем мы уже обладаем. И тогда я действительно помогаю человеку, потому что если он успешен уже в чем-то одном, наверняка он руководствовался какими-то своими глубинными ценностями, и если сейчас идет этап переоценки своих ценностей, то успешные стратегии это все остались. Бери и делай. Да, бери и делай, только уже под новым углом. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, человек приходит, когда он понимает, что у него наступает кризис. А есть вообще у кризиса какой-то срок годности, когда этот кризис еще способен перерасти в новую активную фазу, или когда он уже окончательно тебя засасывает в болото? Сколько может длиться кризис для того, чтобы человек из него смог почерпнуть какое-то, не знаю, новое движение? Ну, у всех по-разному. Мой собственный кризис 40-летнего возраста длился где-то в течение полгода, когда я, сидя в фитнес-клубе, на велотренажере, читала, не помню, там газету, какой-то элитный персонал, и читала о том, что 68% российских менеджеров находятся в скрытой депрессии. И там был тест. И вы его прошли? Да, я его прошла, я поняла, отличная статья, прям в самую точку. Вы тоже нашли себя в скрытой депрессии? Конечно, конечно. Потому что когда ты не реализуешь какое-то свое предназначение, то есть что-то внутри тебя чувствует, что должно быть реализовано, но это не происходит, то так или иначе, каким-то образом твое бессознательное дает об этом знать. Мне кажется, полгода это очень мало для кризиса. Это вообще какой-то детский сад. Для осознанного человека нормально. Просто здесь вопрос в эмоциональном интеллекте. Если мы действительно можем распознавать даже еще слабые сигналы, а что нам говорит наше тело? Ведь очень часто человек подавляет свои эмоции, и тогда этих слабых сигналов не различает. Люди, если не умеют радоваться, то это просто говорит о том, что люди просто-напросто подавляют уже давно свое раздражение и агрессию на жизни. Конечно, это доводит потом, может, человек и два года, и три года. Я знаю, что мои клиенты потом говорят, а не могли бы вы поработать с моим знакомым? Ему уже вот столько, и он уже несколько лет в этом находится. И считает, что это нормально. Я говорю, пока он сам не пройдет, я ничего не смогу сделать. Вы все время говорите о своем опыте, о том, что прежде чем начать учить других людей и быть счастливыми, вы сами нашли путь к этому. Расскажите тогда, откуда вообще все это к вам пришло. Вы закончили Сеченовку, должны были заниматься фармацевтикой, и ничто не предвещало такого глубокого погружения в модную профессию коучера. Дело в том, что тогда, когда я в нее погрузилась, она не то что модной не была. Слово было вообще как марсианин, никто не знал, что это и почему это. Это был еще 2004 год. То есть вообще люди не представляли, что это такое вообще для России. Но вы к этому времени уже успели поработать, и MBA получить. А зачем вы получали MBA после медицинского? После 17-ти. Да потому что так получилось, что в медицинский я пошла, но несмотря на то, что у меня было внутри глубокое желание помогать людям, еще моя бабушка-медсестра была, и я с ней с удовольствием в подростковом возрасте ходила на дежурство в физиотерапевтический кабинет, надевала белый халат и с радостью помогала, отпускала процедуру, как это называлось. И дело в том, что в тот момент было такое поверье, что поступить на лечебный факультет было невозможно. Это вот благодаря социуму, который вселяет определенные стереотипы о том, что девочке поступить на лечебный факультет «Зачем травмировать ребенка?». Тем более, что у меня был папа-профессор кибернетики, он в химическом институте был профессором, он сказал «Ну действительно, давай мы с химией тебе поможем, такая прекрасная профессия, фармация, но почему нет?». И выбрали для меня такую альтернативу, несмотря на то, что мне была интересна психология, психолога вообще никто не рассматривал как профессию, потому что это было ни о чем. Несерьезно, да? Ну, для советского человека зачем был нужен психолог? Ну да, у него же есть этот, как это называется, портодел, да. Да, и правительство. Вот, и в этом смысле, да, в этом смысле неплохая была профессия, даже, я бы сказала, хорошая, потому что специализация у меня была клинический фармаколог, и у меня были очень хорошие знания именно на стыке клиники и фармакологии. И когда я пришла работать в аптеку, если помните такое, еще и застали, да, такую нашу советскую аптеку, где был специалист с высшим образованием, который проверял врачебные ошибки, выписки рецептов и консультировал больных по методике применения этих лекарств. И я там себя чувствовала, как рыба в воде, потому что ко мне шли люди, и я с удовольствием с ними разговаривала, им помогала. И несмотря на там нескончаемые очереди, которые были, я приходила домой уставшая, но счастливая. Но у нас же были еще социально навязанные стереотипы, что такое успешный человек. Это не человек, который получает 105 рублей на тот период, да, или даже не 120, да, это обязательно человек, который карьерно растет и так далее. Но и это правда, потому что трудно было прожить на 105 рублей, даже если ты очень сильно стараешься. Но, с другой стороны, вас очень радовало то, что вы делаете. И это, наверное, компенсировало материальные проблемы. Я не могу сказать, что это компенсировало. Вот это абсолютно правда. И когда ко мне приходят люди, говорят, а заниматься ли нам тем, что нам нравится, или... Но за бесплатно. За бесплатно. Я говорю, ищите, чтобы было и то, и другое. Потому что это возможно, это вопрос нашего мышления. Ну и по мере того, как я становилась успешна, как моя карьера росла, и я стала в конечном итоге коммерческим директором, крупной аптечной сети, и аптечные склады были в моем подчинении. Ну, в общем, с социальной точки зрения я быстро сделала достаточно карьеру. Но я все меньше и меньше общалась с людьми. То есть весь мой круг общения, это было там пару десятков моих поставщиков, 20 заведующих аптек, и все. А потенциал, который был во мне, он был гораздо больше, чем... И вы пошли учиться в Мирбис. Да. Я пошла учиться в высшую школу бизнеса, потому что нас отправило руководство повышать свою квалификацию. И слава богу, на то была возможность такая, и возможность вообще переосмыслить, потому что когда уходишь из этой гонки, вот перестаешь быть белкой в колесе, вроде бы все делаешь, все хорошо, но ты делаешь что-то привычное. Вот когда ты выходишь из этой гонки, чуть-чуть останавливаешься, меняешь контекст, начинаешь задумываться, и в конце концов обнаруживаешь, сидя на велотренажере, что нет, подождите, есть все-таки какая-то неудовлетворенность. До счастья было еще далеко, но путь к нему мы продолжим прокладывать после новостей. Оставайтесь вдоль. Сегодня с нами вдоль президент Style of Life Academy, вице-президент Международной Ассоциации Wonderful Women's World, эксперт по образу жизни Светлана Ланда, и мы продолжаем рассказ о том, как Светлана стала, собственно, таким специалистом по поводу того, как правильно жить вообще. Ну, то есть у вас была нормальная работа, был неплохой уже какой-то за плечами опыт, и вы получили бизнес-образование, которое открывало новые горизонты, при этом все равно вы были недовольны своей жизнью. Более того, параллельно у нас еще с мужем было собственное производство, и мы были собственниками своего бизнеса. То есть в этом смысле жизнь была бурная, но в жизни чего-то не хватало. Так вот, я забыла еще сказать о том, что для улучшения своих бизнес-науков, когда-то, там еще на заре двухтысячных годов, я пошла, как ни странно, тоже во второй мед. Там был такой курс НЛП в психотерапии. Почему-то мне захотелось все-таки свои навыки как-то развивать. Быть не просто ведьмой, но еще и с психологическим образованием. Это был короткий курс. На самом деле меня туда спровадила моя сестра, которая, кстати говоря, в 40 лет получила психологическое образование в университете, дабы не всю жизнь работать инженером, а все-таки какой-то более человечной женской профессией заниматься. Она говорит, Светлана, давай пойдем поучимся. Такое модное направление. Тебе в бизнесе это так пригодится. В результате я туда пошла, а она не приехала. И пройдя этот курс, я как-то с удивлением обнаружила, что ко мне приходят работать в группе. Меня выбирают в качестве своего партнера, психологи, кандидаты наук, то есть люди, которые пришли на повышение квалификации и со мной так общаются, а потом спрашивают, Светлана, а где вы работаете? Я говорю, я вот работаю в бизнесе. Никто не верил, что я работаю в бизнесе. Что вы не профессиональный психолог. Абсолютно. То есть, очевидно, талант был таков, что я зря не пошла когда-то на психфак. Хотя, может быть, не зря. Ничего зря не бывает. Так вот, в 2004 году мне из этого института, это институт психотерапии, пришло приглашение о том, что приезжает один из светил английского коучинга. Не хотели бы вы пойти поучиться. Я думаю, отчего же не пойти? Такое модное слово. И в бизнесе наверняка будет замечательно. И вдруг я что-то ищу и для себя, свои какие-то вопросы решу, о которых мы с вами говорили. Я пошла, поучилась. И по мере того, как я решала свои внутренние вопросы и запросы, я действительно обнаружила, что тот талант, который во мне есть, он не востребован. И по мере того, как я начинала это делать со своими коллегами, со своими друзьями, то есть начинала практиковать на ближайших, это действительно и востребовано было, и было полезно. Но это не... До счастья было еще далеко. Вот в чем дело. Что счастье, на самом деле, это определенный путь, который я проделала за эти 9 лет. И это путь, в котором я открывала, кто же такой человек, какова его природа, и как мы можем делать себя несчастливыми, как мы изощренно это делаем. А почему все-таки вы выбрали такую нишу, именно лайфстайл? Ведь большинство коучей занимаются как раз лидерскими программами, тем, чтобы помочь людям перешагнуть на новую ступень в карьере. Как-то все все больше про работу, про карьеру, про деньги. А я все больше про духовность. Да, и духовность. Это вообще какой... Это челлендж какой. Это вообще самонадеянность даже какая-то, кто-то скажет. Кому-то необходимо быть первыми в этом. Кому-то необходимо быть первым. Потому что в какой-то момент, работая именно как бизнес-коуч, я поняла, что мне тесно и... И скучно. И скучно. Да, тесно и скучно. Навыковые вещи, да, потому что я очень много готовила и к переговорам, и к презентациям, и people management. То есть, ну, все, что необходимо с точки зрения skills вещей, и я это делала. Но в какой-то момент люди после программ ко мне подходили и говорили, Светлана, мы ни разу не видели вообще такого тренинга переговоров. Мы ни разу не видели такого на тренинга презентации. Есть тут что-то, какая-то магия. То есть, вроде бы, ты говоришь то же самое, но что-то по-другому, потому что мы начинаем меняться. В чем секрет? Да, в чем секрет. И я сама стала очень много развиваться, и именно в духовном плане развиваться, и очень много ездила и в Тибет, и в Непал, и общалась с учителями. И чем больше я стала для себя осознавать, какой же есть во мне еще дополнительный дар, кроме успеха, вернее, навыков успеха, которые у меня были, которым я учила людей, я поняла, что у меня несколько другая задача. И задача эта сейчас вычленена именно как готовить консультантов по образу жизни, то есть помогать людям оставаться живыми, независимо от того, что они делают. Потому что можно быть и великолепным финансистом, но ты можешь перейти с уровня жизни на уровень служения. И у меня есть клиенты, которые, несмотря на то, что они успешные финансовые директоры, а в успешных компаниях, они организуют благотворительные фонды. Они помогают... То есть это обязательная составляющая счастья. Абсолютно. Абсолютно. То есть счастье, на самом деле, это наша природа. И если наша природа, она же не только физическая, она же только эмоциональная, но она и духовная природа. И когда ты на всех трех уровнях начинаешь интегрировать себя, то простраивается не только твоя личность, сильная лидерская позиция, которая помогает тебе в этой жизни, в материальной жизни быть успешным, но и в том числе твоя духовная позиция. Потому что когда ты приходишь на переговоры, и это переговоры вин-вин-вин, когда выиграл не только ты, но и твой партнер, и еще выиграл мир вокруг тебя, это совершенно другой подход к бизнесу. Это та самая духовная составляющая. Ну, наверное, нам привычнее слышать о социальной ответственности бизнеса, но я бы сказала, это сонастройка с некими духовными законами, которые заложены во Вселенной. И я сейчас именно готовлю таких консультантов Life and Work Balance, которые помогают людям найти вот эту точку баланса, точку сборки, и фактически соединить их и с корнями, то есть со своими глубинными ценностями, с тем самым зерном, который в нас заложено, и позволить этому дереву развернуться и уже подставить, в конце концов, свою крону солнцу, и быть в этом мире очень органично сонастроенными. Правильно ли я понимаю, что в вашей академии не только могут учиться люди, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему, но и те люди, которые хотят учить других людей менять свою жизнь к лучшему? То есть у вас есть команда, есть образовательная программа? Я даже так скажу, что для того, чтобы помогать другим, им тебе необходимо произвести изменения в собственной жизни. Ты не можешь пойти обучаться на профессиональную программу, если ты перед этим не показал опыт собственных изменений и не стал применять все те инструменты, которые ты будешь потом передавать другим людям на своей собственной жизни. Это вот как раз то отличие моей школы, моей академии, моего подхода к подготовке специалистов, потому что я сама прошла через разные школы, и знаю, что многие дают инструменты, но при этом не производят центровку самого специалиста относительно жизни, относительно глубинных вещей. И это не то, что опасно, я не буду драматизировать, но в конечном итоге... Неэффективно. Да, это неэффективно и приводит, самое главное, к выгоранию самого специалиста, потому что если нет внутренней точки опоры, ты в состоянии, когда другой человек находится в изменениях и сам не в стабильности, не можешь для него быть вот той самой духовной опоры, да, тем самым пространством, которое даст глоток свежего воздуха. Расскажите, как вы всю эту историю построили как бизнес? Вот вы захотели стать коучем, вы сразу решили, что это... Ну, вот именно в этой области, что это будет какая-то отдельная структура, или вы, может быть, влились сначала в какую-то другую там тренинговую систему, какую-нибудь школу имеющуюся? Ну, у меня были очень, скажем так, я одновременно сразу несколько проектов веду, и как фрилансер очень много работала, и работала как директор по персоналу в компании, и даже в международной компании как T&D-менеджер. То есть мой путь за эти 9 лет, он был достаточно большой. То есть я набирала, с одной стороны, свой опыт, свои бизнес-кейсы набирала, и до сих пор еще работаю, активно работаю как преподаватель на МБИ. Но то, как я сейчас выстраиваю академию, может быть, это вообще новый подход к бизнесу. Это на самом деле партнерский бизнес, где у меня нет в прямом смысле подчиненных, у меня есть соратники, единомышленники, которым это интересно, и которые развивают вместе со мной этот бизнес. То есть это, скажем так, больше бизнес наставнический, где я очень много консультирую, я преподаю, и я даю возможность другим людям приобретать новую профессию, и в том числе продолжать дальше совершенствоваться в этой профессии, создаю для этого площадку. А кто чаще обращается за помощью, мужчин или женщин? Наверное, на 80% это женщины, потому как они, наверное, ощущают, что если этих изменений не произойдет в женщине, в самой, то для мира это будет очень большая опасность. Потому что несчастная женщина, к счастью или к сожалению, уже это просто стала такая угроза для человечества, потому что несчастная женщина — это несчастный ребенок, это несчастливая семья, это тем более несчастливые сотрудники. А если мы говорим о том, что сейчас практически 60% женщин занимают руководящие посты, то есть это успешные женщины, то я бы даже сказала, что именно благодаря их вот этой такой внутренней мобильности, готовность обращаться за помощью и поддержкой позволяет производить в мире очень быстрые изменения. Ну, женщины более бесстрашные, скажем так. Да, женщине проще сказать, что да, я зашла в тупик, мне сейчас необходима помощь и поддержка, ей проще об этом сказать. Но те даже 20-25% мужчин, которые приходят ко мне именно не по бизнесу, дело в том, что по бизнесу проще, да, мне необходимы там навыки переговоров, да, или мне там необходимы навыки тайм-менеджмента. То есть мужчине проще признаться в навыковых, необходимости навыковых вещей, чем сказать, что у меня сейчас ну, серьезный такие внутренний кризис, да, я, например, потерял смысл своей деятельности. Я плачу по ночам. Ну, скорее всего, они не плачут, они сжимают очень сильно зубы, но то, что ходят желваки на лице, это видно. Ну, просто мужчине, наверное, кажется, что проще купить новую коробку инструментов, да, пусть будет не буквально отвертка и молоток, да, но вот тайм-менеджмент, вот навыки презентации, вот там еще чего-то, и это все изменит. Чем понять, что надо, не знаю, поменять движок, а это тоже чинить бесполезно. Может быть, да, может быть, просто пешком пройтись. Даже так бывает? Да. А расскажите тогда про Wonderful Woman's World, это что за международная ассоциация, и как вы стали ее вице-президентом? Это какая-то общественная нагрузка? Это общественная организация, я бы сказала, не нагрузка, это счастье. Счастье, потому как женщины, которые что-то делают в этом мире для того, чтобы мир был добрее, лучше, объединились, и это женщины, которые реально влияют на мир. То есть это женщины, либо ведущие женских программ, либо это женщины-руководители благотворительных фондов, либо это успешные женщины, которые руководители больших крупных компаний. А кто их всех собрал вместе? Ну вот так получилось, что собрались, потому что есть и мои клиенты, у которых был этот запрос, то же самое и мои коллеги, которые говорили на тренингах о том, что женщинам необходимо объединяться для того, чтобы сделать что-то вместе прекрасное. Вот как-то это уже года три назад так случилось. Мы спонтанно выехали все вместе отдыхать, у нас было 15 женщин, выехали вместе отдыхать делиться какими-то своими мыслями и подумали о том, что нам необходимо объединяться для того, чтобы поддерживать друг друга в своих начинаниях, то, как мы влияем на мир, и чтобы в этом мире было действительно больше счастливых женщин. Вот наша передача «Вдоль», она ведь, собственно, и посвящена тому, как женщины влияют на мир, потому что действительно огромное количество женщин занимают умопомрачительно высокие посты, и часто мои гости, они приходят, гостьи, и с ними очень интересно разговаривать об их деле, но когда речь касается семейной жизни, кто-то говорит, не спрашивайте меня о муже, или там, я не хочу. Ну то есть да, я расскажу вам о ребенке, о том, как мы катаемся на лыжах, но вот лучше давайте эту часть побыстрее пропустим, и понятно, что действительно баланса нету, и найти его невозможно, и каждая женщина, которая работает, которая делает настоящее дело, она между сциллой и харибдой, она все время зажата в эти клещи, семья или работа, сделать маникюр, или там, я не знаю, просидеть лишний час на работе, потому что цейтнота – дедлайн. Вот с этими вопросами женщины, которые приходят в Lifestyle Academy, научаются справляться? А это одна из важнейших сфер, потому что так или иначе, мы же женщины, мы же пришли в этот мир все-таки почему-то в женском теле, вот так выбрали мы при рождении себе, и очевидно за этим стоит какая-то определенная наша духовная задача. Вот я в своей жизни для себя этот вопрос, когда поставила, мне его пришлось решать, потому что в моей женской судьбе тоже не все было просто, не все было однозначно. И только тогда, когда я ответила на себе на вопрос, а зачем при всей моей успешности, а зачем, какую роль я играю в том же самом бизнесе, что я выражаю в отношениях со своей дочерью, или что я буду выражать со своим любимым мужчиной, что я вообще несу в этот мир, в том числе в отношениях. Только после того, когда я ответила, а вообще зачем мне эти отношения, что я качественно могу и хочу там изменить, стали происходить очень важные изменения. Вот, поэтому, когда очень часто, дело в том, что очень часто женщина же по определенному сценарию живет, да, и очень часто компенсация как раз происходит в бизнесе, да, почему ей проще заняться бизнесом, проще свой потенциал там развернуть, а не посмотреть в сторону отношений, потому что очень много каких-то болезненных переживаний, в том числе там... Везде, ну, даже больше, да, есть же такая отдельная область, как психогенетика, которая говорит о том, что я не только в детстве, даже мы же не просто так выбрали... Бабушки, прабабушки тоже наследили. Нет, мы специально выбрали себе таких бабушек и прабабушек, чтобы довести ситуацию до абсурда и в конце концов уже начать ее решать, потому что иначе никак. Все человечество, оно развивается через, в том числе через кризис, как возможность выйти на новый уровень. Поэтому это нормальная ситуация, что если женщина не хочет об этом говорить, скорее всего, болезненно, то есть она не знает, как это разрешить. Но в тайне каждая женщина, и это в нашей природе, каждая женщина хочет раскрыться, хочет любить и пролить, в конце концов, в мир тот потенциал любви, тепла, который в ней есть. Я вот очень часто тоже спрашиваю своей героине, как вы думаете, тот путь, который вы прошли и те вершины, которых вы достигли. Это случилось потому, что вы женщина, потому что у вас есть какие-то удивительные качества, уникальные, только присущие женщине, которые позволяют ей вот так вот двигаться. Есть ли что-то, есть ли какие-то вот чисто женские штуки ваши исключительно, которые вы точно можете сказать спасибо за то, где вы сейчас? Да, есть. Я даже отдельно изучала такую тему, как мужское и женское лидерство, и что делает действительно женщину сильной, и как она воспринимается, если она принимает в силу, опять же, обстоятельств, которые нас помещает бизнес, потому что бизнес изначально был мужской территорией, там и мужские были правила, и как женщина вынуждена была в какой-то момент, обучаясь этим правилам, забывать о том, что она женщина. Но тогда, когда берет вверх женская ее природа, то от этого выигрывает не только женщина, но и бизнес. Потому что бизнес без таких качеств, как принятие, сострадание, милосердие, он в конечном итоге просто задыхается. фактически сейчас в лидерстве очень востребована такая категория, как вдохновение, как создание обстановки, в которой человек раскрывает свой потенциал, создание пространства, в котором сотрудники проявляют в том числе и свою креативность, и свою индивидуальность. Такая экология, да? Абсолютно. Абсолютно. И это атмосфера сотрудничества. Она без этого невозможна. Атмосфера открытости. И фактически одно из предназначений женщины, на которой сейчас есть запрос в бизнесе, это создавать именно такую атмосферу, в которой другой может быть другим. И это очень важно. И если сама женщина находится в стрессе, она никак не может создать эту обстановку. Мало того, что она свое здоровье подрывает, да, и свое качество жизни ухудшает, потому что это не женское состояние быть в стрессе. Она еще и, так как она является мощным транслятором... Отравляет все вокруг себя. Я бы так сказала. Распространяет то, что есть в ней, вокруг себя. Потому что женщина очень мощный транслятор. Очень мощный транслятор энергии. Так устроена наша природа. И там, если посмотрим эзотерическую составляющую, она именно такая. Мы очень мощно транслируем наше состояние. Если мужчина, в этом смысле, он как-то еще меньше это делает, то женщина, она такова. Что если у женщины уже плохо, то уже... Как говорит моя мама, ты когда в этом... Когда ты вот такая, если с тобой рядом кружку молока поставить, оно скиснет. Да, и это правда. Допустим, нас слушает сейчас человек, неважно, мужчина или женщина, который находится, может быть, действительно на какой-то развилке и понял, уперся головой в потолок, и понял, что жизнь надо менять, а то очень скучно, душно и вообще непонятно, как дальше. И где энергию черпать, главное, сил-то нету. Нету сил эмоциональных, душевных. Вот чего ему ждать, если он обращается в Style of Life Academy? Что ж, каким его подвергнут испытания? Куда его забросит судьба? Самым приятным. Самым приятным, я бы сказала, испытанием, которые есть в нашем путешествии, когда мы лучше узнаем себя, собственную природу. Именно не наши страхи, которые тоже имеют свою природу, заблуждений, а свою изначальную природу, счастье, радость. Это природа нашей души. Приятная встреча, встретиться с собой, с настоящим. Это как первый этап, это простая диагностика того, что сейчас происходит с важными сферами твоей жизни. Вот если представить себе дерево, то есть дерево, оно хорошо плодоносит, хорошо цветет и радует глаз, когда у него в порядке корневая система. Вот если мы посмотрим на корневую систему, как на ценности, глубинные ценности, которые дают возможность энергии течь и дают возможность хорошо дерево плодоносить, то прежде всего мы посмотрим, каковы эффекты того, что сейчас происходит с твоей кроной в разных областях твоей жизни, с теми результатами, которые у тебя есть, и как это соотносится с твоей центральной корневой системой, с твоими ценностями. То есть если тебя что-то не устраивает в твоей кроне, что-то не так с твоими плодами, то необходимо узнать, каковы же твои глубинные ценности, то есть что из твоего потенциала, изначально присущего в твоей природе, что не задействовано, что не выражает себя. Где поселился караед? Да, а с караедами это отдельная история по поводу того, что же мешает этому току энергии выражать себя в важных сферах твоей жизни. И что, ну хорошо, поставили диагноз, и дальше человеку даются какие-то задания? Да, а дальше всего лишь инструменты. Я их называю, это мои авторские инструменты, стратегии мастерства, которые помогают очень хорошо ухаживать за своим садом. И что приятно, что у каждого из людей, как минимум, уже несколько стратегий работающие. Мы здесь только производим балансировку, то есть смотрим, что необходимо добавить в уже имеющиеся стратегии, для того, чтобы привести в порядок свой собственный сад. А потом... То есть это не совсем, это не так, как вот в этих лайфспринговских историях, когда тебе даётся готовая система, которая может вообще никак ни органический, ни технический с тобой не соотноситься, да? То есть ты смотришь, как эта машинка уже едет, и просто подливаешь там масло или бензин в нужное место. Твоя там яблоня, груша, персик, роза. У нас с вами странный ассоциативный ряд. Я всё больше в технику, а вы вот всё-таки в органику. А я всё в жизни, в жизнь. Ну, в этом смысле абсолютно правильно. Очень экологичная работа, потому что каждый человек настолько уникален. Боже упаси, идти к кому-нибудь с шаблонами и резать всех под один горшочек. Видишь, я с таким трепетом отношусь. Каждый раз я открываю такое чудо. Вот для меня это реально чудо. Вот если вы говорите там о самых чудесных успехах моих студентов и клиентов, это вообще чудо рождения детей, которых не бывает там по 15 лет в паре, да, по 8 лет. Вот для меня это реально чудо. Но разве это чудо может быть там стандартными способами? Люди там перепробовали там ЭКО и все остальные вещи, и не получается ничего стандартным способом. Но мы знаем, что если действительно найти то, где, как вы называете, краед есть, и убрать всего лишь навсего, да, ту самую пробку, которая мешает естественному ходу жизни течь, то жизнь сама все наладит. А есть люди, за которых вы не берете? Ну, за которых вы отказали? По какой-то причине. По какой-то причине. Ну, может быть, да, в начале моей деятельности я вот дала четкий посыл, с кем я точно не работаю, с людьми, для которых такие общечеловеческие ценности, да, они не близки. Не абсолютны? Не абсолютны. И после, не знаю, наверное, может быть, жизнь мне присылала несколько таких испытаний, и после этого как-то удивительно, мне говорят, Светлана, где ты таких людей находишь? Вокруг тебя такие люди красивые? Слушайте, я говорю, ну, может, карма такая. Сами прилипаем. Сами прилипаем. Спасибо огромное. Друзья, присоединяйтесь в нашу долю. У нас в гостях была Светлана Ланда, президент Style of Life Academy, вице-президент Международной ассоциации Wonderful Women's World. Открыли для себя сегодня, я уверена, наши слушатели. Целый новый мир. Всем хорошего дня.